Всем привет, друзья! С вами Federer Region, и сегодня я расскажу вам, для чего на эскалаторах щетки. В метро или в торговых центрах все чаще и чаще можно увидеть щетки на эскалаторах. Кто-то трет об них свои ботинки, так как думает, что они именно для этого. А кто-то задумался, действительно ли эту функцию они должны выполнять, и загуглил данный ролик. Сейчас я расскажу, как это работает на самом деле. Если вы обращали внимание, то зачастую на обычных лестницах края ступеней выделены цветом. Это сделано для того, чтобы люди, увидев яркий край, не оступились и не упали. На эскалаторах же, помимо этого края, желтым выделяют еще и боковую часть, примыкающую к балюстраде. Балюстрада – это неподвижная часть эскалатора, находится от нас сбоку. Кстати, нам при движении даже диктор постоянно напоминает «не прислоняйтесь к неподвижным частям балюстрады». Ну, что-то типа того. То есть нам и цветом показывают, и говорят о том, что стоять близко к краю опасно. И если звук и цвет нас именно оповещают об этой опасности, то щетки нас уже защищают. Да, они нужны именно для того, чтобы когда вы заденете щетку ногой, то почувствуете ее и уберете ногу. А если у вас, например, широкие штаны или шнурки висят, длинные, плащ или платье, то щетки не позволят попасть ткани в щель между ступенькой и балюстрадой, и их не зажует. Это действительно важно, так как вслед за тряпками, которые на вас одеты, механизм может следом затащить вас самих. И останется надеяться лишь на тетеньку внизу, которая сможет вовремя среагировать на ваши крики и остановить движение эскалатора. Поэтому не нужно пытаться чистить обувь. Если вашу ногу засетет туда, то эти ботинки вы уже носить точно не будете. А возможно и надевать их будет уже не на что. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы посмотреть другие интересные и полезные ролики. А с вами был Федер Ориджио, всем пока!